Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня в студии МПГУ два хорошо известных вам гостя. Это агенты ЦРУ и МОСАДА, проекты Кремля, мои товарищи и друзья, единомышленники Николай Николаевич Платошкин и Константин Викторович Семен. По поводу нашей работы на иностранную разведку и на администрацию президента мы поговорим в следующий раз. Нет, это секретные данные, мы не будем разглашать. Но мы поговорим, разглашать мы ничего не будем, а поразговорить всегда можно. Ну вот поводом для нашей встречи стала конфликтная ситуация между Николаем Николаевичем и Константином Викторовичем. И многие обвинили в создании этой конфликтной ситуации вашего покорного услугу. Я получил десятки гневных сообщений в личную почту, даже на электронную почту, что как я допустил, что два уважаемых человека, два моих товарища переругались, сцепились и так далее. Чтобы расставить все точки над «и», чтобы люди в глаза друг друга могли высказать все свои претензии и представить свое видение ситуации, я и договорился с Константином и Николаем Николаевичем, чтобы они пришли сюда в студию. Я им искренне благодарен за это, благодарен за то, что они не побоялись лицом к лицу встретиться и поговорить. Разные позиции. А что боятся? Юрьевич халвой кормит конфетами. Боятся. Да, у людей есть разные взгляды, разные представления, но тем не менее сам факт того, что мы здесь вот сидим за одним столом, он говорит о многом. Стол круглый должен быть. Но у нас, к сожалению, финансовых средств еще не хватает, и потом у нас студия не очень большая. Но, во-первых, я хочу искренне поблагодарить вас за то, что вы пришли. Я думаю, что мы нашу сегодняшнюю встречу построим следующим образом. Я сейчас предоставлю моим гостям пару-тройку минут, для того, чтобы они высказали какие-то свои очевидные вещи, которые они посчитают нужным. Потом я каждому из них задам по пару-тройке вопросов, а потом я думаю, что они... Да давай, может, с вопросов начнем. С другом начнут диалог и взаимные вопросы. Если вы хотите, я могу начать сразу с вопросов. Давай. За ним, да? То есть без вступительного слова, да? Ну, хорошо, Николай Николаевич, давайте вот вам тогда первый вопрос. Вас очень часто обвиняют в том, что под лозунгом нового социализма вы протаскиваете какую-то троцкистскую очередную... Бухаринскую. Да, бухаринскую, троцкистскую, ревизионистскую, короче, программу, платформу, что социализм, он есть или его нету. Никаких там новых, старых, новейших и так далее социализмов нету. Вот что вы можете сказать по этому поводу вашим критикам? Ну да, тем более эти критики называются теоретиками почему-то, но работ Ленина, видимо, вообще в глаза не читали. Например, речь Ленина о приведении новой экономической политики. Когда Ленин признавал, например, ошибочную политику военного коммунизма, сказал, что мы перебрали, что сейчас нужна, например, частная инициатива. Был это социализм, НЭП или нет? Ну, то есть, если это не социализм, значит, у нас социализм до 30-го года, что ли, не было. Потом при Сталине существовали частные промышленные артели, ну, то есть предприятия, которые даже лучевые трубки для телевизоров делали, их только Хрущев отменил. Ну, наоборот, была потом Косыгинская реформа, хозрасчет 65-го года, когда я родился, с введением рыночных механизмов, потом опять назад открутили, потом снова в 79-м году перекрутили. Ну, то есть, это что все, не социализмы, что ли, были у нас? Вот у нас когда тогда был чистый-то социализм, который этим друзьям нравится? 25 октября 17-го года, что ли, а потом он весь закончился. И Ленин-то, он в этом и гениален, в том, что он теорию к практике подрихватил. Его же Зайд критиковал и Плеханов там, и Мартов, с одной стороны, с другой Бухарин, что у Маркса вот это написано, а Ленин не это делает. Ну, и докатились они до того, до чего современные марксисты докатываются, когда Ленину говорили революцию, Зиновию в камень. Они говорили, делать вообще нельзя, потому что Россия-то не та страна, которую Маркс описывает. Пролетариат-то не 70%. Вот когда будет 70%, займемся мировой революцией. И ладно бы это все на уровне треп оставалось, но мало ли что там люди не говорят. Ведь помните, да, Брестский мир? Ленин, ну, говоришь, он предатель, да, что он заключает вообще с германским империализмом, союз, что братья на Украине проданы. Вообще, что как же так, да мы сейчас пойдем. Он говорит, ну, идите, идите на фронт, идите с рогатками туда. Это ваша политика, это убийство, социалистическая революция. А те помните, что говорили? А главное, мировая. Ну, да, левые коммунисты. Да, и СССР, у нас СССР страна, она как бы не созрела для революции. Вот мы ее бросим в топку мировую, и еще с ним. Вот когда в Германии, ну, современные так называемые, мои критики, они болтуны просто из этой же серии. Они говорят, что не надо ничего делать, не надо на выборы ходить. Мы будем сидеть, изучать теорию, потом придет братская мировая революция и заживем. Понятно. А скажите, пожалуйста, я вот, может быть, уточняющий вопрос вам сделаю. А применимо ли вот название ваше «Новый социализм» вообще к марксизму, я имею в виду с точки зрения теории, или нет? Потому что я напомню, что в свое время Маркс, который говорил о том, что история развивается по спирали, он говорил, что на каждом новом витке этой спирали как раз происходит обновление положений и корректировка существующих общественных отношений, даже вот в рамках любой общественной формации, будь то феодализм, гатеризм или социализм. Ну, это даже, да, Маркс и Гегель говорил, ведь теоретики не знают про три источника, три составных части марксизма, мы-то это учили. Один из источников, немецкая классическая диалектическая философия, диалектика, да? Вот заметьте, кстати, вот Гегель, он был ведь идеалист, да? Ну, то есть, казалось бы, какая с Марксом может быть там... Да, но Маркс его же ценил не за идеализм, а за диалектику. А диалектик есть закон отрицания-отрицания, когда все новое должно отрицать старое. В том числе и в рамках одной социально-экономической формации. Об этом Маркс писал, называя даже дураками тех, кто этого не понимает. Ну, если проще вот людям сказать, что такое закон отрицания-отрицания, закон единства борьбы противоположностей, все в мире имеет свое позитивное отрицательное качество одновременно всегда. Это вот блестяще, эту теорию изложил Женя Лукашин в кинофильме «Ирония судьбы». Помните, иметь или не иметь, да? Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Так и здесь. Вот мы рождаемся, это начало нашей смерти обязательно, к сожалению. Так и здесь, понимаете, любое новое общество несет в себе отрицание старого, потом оно достигает определенной фазы, оно отрицает то, что было до этого, вступая на новую фазу развития. Это называется прогрессом. Понимаете, если бы эти марксисты были бы правы, ну, мы бы с вами, Юрий, сейчас сидели бы не здесь, а сидели бы в пещере, там, в шкурах, с дубиной. И рассуждаем. Я понял, спасибо. Константин Викторович, тогда, если позволите вам вопрос, почему, собственно говоря, возник вот этот спор или вот этот конфликт, во многом поводом для этого конфликта послужило ваше интервью одному из каналов, где вы сказали, что... Единственным поводом, собственно. Ну, может быть, да. Сейчас мы разберемся, да. Вы сказали о том, что вот движение Николая Николаевича, новый социализм, это одна из блох, которые где-то там болтаются в шерсти собаки, и таких блох полным-полно, и собаке от этого, условно говоря, ни холодно, ни жарко. Если я правильно понял ваше высказывание. Николай Николаевич, естественно, на это обиделся, и между вами началась вот эта заочная перепалка. Что вы имели в виду, когда вы говорили об этом, хотели ли вы в данном случае вот оскорбить там людей, которые принимают участие в этом движении? Если да, то почему, если нет, то значит... Нет, ну, естественно, я никого не хотел оскорбить, это вообще не в моих правилах без причины бросаться какими-то обвинениями. Когда я говорил о блохе, я, конечно же, имел в виду не кровососущие насекомые, и я далек от того, чтобы там сравнивать людей с какими-то объектами животного мира. Я имел в виду несопоставимость масштабов, и это было не столько... Я вот просто сейчас зашел разговор уже о теории, да, я не уверен, что я участвую в теоретическом споре с Николаем Платошкиным и с его движением, поскольку я не до конца представляю, в чем, собственно, положение программы. Но вот фраза о блохе была связана с одной единственной вещью. Мне относилась она совершенно не исключительно к движению «Новый социализм», а вообще, в принципе, к тем представителям, скажем так, левого оппозиционного движения, которые после объявления Путина о начале конституционной реформы провозгласили, что это результат их усилий, результат их действий. Это ваши дизлайки. Это не только у вас касалось то, что я сказал, это говорил Федоров, например. И об этом, ну, дайте я скажу, да, вы, насколько я слышал ваши выступления, может быть, я неправильно их понял, да, смысл их состоял в том, что вот в этих словах Путина вы увидели некий ответ, некий результат тех действий, которые вы предпринимали, вы и ваши движения. Вы посмотрите ролик. Не-не-не. Вы чепуху говорите. Кость, ты ошибаешься. Дело в том, что Николай Николаевич заявил, что результатом давления масс, в том числе его движения, стала отставка правительства Недведева. Ну, это стало быть, я все правильно говорю, да, то есть я не... Ну, не результатом нашего, вообще движения народа. Ну, очевидно, да, что... И народ блох, что ли, все, да? Да, вот, нет, не народ блохи, а в масштабах всей политической системы, мнение людей, мнение ваше, мнение вашего движения, для тех, кто с 91-го года в нашей стране распоряжается властью и собственностью, являются ничтожной величиной. Да, я говорю, что это настолько несопоставимые величины, да, что на мнение народа, вот здесь прямая, прямая вот истина в этом и состоит. На мнение народа этим людям, в 91-м году получившим власть и собственность, примерно так же фиолетово, как и вот собаки, которые... Зачем сняли медведя? ...блохам. Ну, дайте же мне договорить, да, то есть распространять среди ваших ли сторонников или просто среди, там, пользователей сети, среди потенциальных избирателей, иллюзию того, что они, придя куда-то, проголосовав, поддержав кого-то, поставив лайки или дизлайки, в состоянии влиять на поведение вот этой условной буржуазной собаки, это, мне кажется, вводит их в заблуждение. Почему Медведева сняли? Медведева сняли, потому что сейчас решается вопрос транзита власти, потому что буржуазия обеспокоена тем, как... Обеспокоена. Разумеется, но это не связано с тем, что... А с чем связано? Это не связано с тем, что снизу расходятся половицы. С чем связано? Это связано с тем, что истекает срок... Ну что, он истекает в 24-м году. Да, и нужно заранее подготовиться, так же, как и я. Прекрасно помню, как они готовились к так называемой тандемократии 2007-го года. Ну то есть опасаются чего? Они не опасаются. Они опасаются одной единственной вещи, что этот сам технологический транзит может пройти не так, как им хотелось бы. И что будет? И значит, эти инструменты, которые они уже давным-давно считают своими, инструменты управления и извлечения прибыли, допустим, что они могут попасть в руки каких-то иных конкурирующих групп, но никак не народа. Там немало людей, которые вокруг власти... Там куча кланов, которые дерутся за... Ну фамилии, можете... Ротенберги, Тимченко... То есть Путин опасается Ротенбергов? Нет, я говорю о том, что внутри буржуазного класса есть противоречия, которые порождают между этими грызущимися кланами, которые порождают страх перед тем, что схема транзита может оказаться для них неудачной. Это всего лишь перенастройка под сохранение того, чем они распоряжаются сейчас. Ну уж поверьте, они не народа боятся. Конституционный вопрос. Вы считаете, что они боятся вас? Из-за этого они и медведевы отставят. Ну хорошо, я хотел бы узнать, что заставляет вас так думать. Ну что заставляет меня так думать? Вот скажем, если вашу точку зрения взять за основу, то есть в начале, в середине декабря, Путин говорит, правительство прекрасное просто, оно замечательно, оно прекрасно все делает, скоро все расцветет, проходит месяц. Что за месяц-то поменялось? Ну если бы там грызня, она грызня-то идет вообще с 91-го года, чего вы тут рассказываете? Ну тут были Доротенбергов, там, не знаю, Ходорковский, там еще, какая разница? Ну это грызня для всех участников банкета, заканчивается периодически то иммиграция, то уголовно. Что за месяц произошло? Ничего не произошло. Вы объясните, что за месяц изменилось? Да, я могу объяснить. Пришло правительство, которое ничем не отличается от предыдущего. Я могу объяснить. Если бы просто пришло правительство, которое ничем не отличалось, да, Путин не начал бы заморачиваться с поправками конституционными, конечно. Не начал бы впервые за все время существования этого режима апеллировать к людям по поводу референдума или голосования, не суть важна. Ну что, ну назначил, поехали дальше. Убрал одних конкурентов, поставил других, по-вашему. Несмотря на то, что... Слушай, Николай Николаевич, прав, знаешь в чем? Вот обрати внимание, на последнем совещании вот этой рабочей группы по внесению поправок он особо подчеркнул, что для него принципиально важно, чтобы вот те поправки, которые сейчас они инициируют в Конституцию, были не просто приняты там законодательным каким-то образом. Да, а то они могут сразу что сделать. Госдумы или Советы Федерации. Они по Конституции их могут принять и без голосования. А чтобы оно прошло именно через сито голосования. Да, сито голосования они организуют раз в году. И оно имеет ровно такую же нулевую значимость для них. Если бы это было референдум, но референдума слова они боятся как огня. Правильно. Поэтому никакой легитимности у этого голосования, естественно, нет и не будет. Ну нет, но с точки зрения, условно говоря, обывателя, если это правительство... Ну так это обыкновенно та же самая история политического... Ну так об этом и речь. Очередная пьеска из того же самого политического театра. Путин менял правительство. В чем здесь качественные изменения? Путин менял правительство неоднократно. Нет? Конечно. Он менял шило на мыло. Неоднократно. Это всего лишь... Я понимаю. В чем тогда мы видим перемены? Конституцию он не менял все это время. Что это с вашей точки зрения означает? Что это северализирует? Ну если вы спросили, дайте ответить тогда. Еще раз. Видите, он сейчас говорит. Новая будет страна. С новой конституцией. И так далее. То есть, ну что, назначил новое правительство. И все, пошел дальше. Подождал до 2024 года. Привел еще кого-нибудь. Дмитрий Анатольевич, еще кого-нибудь. Звал президента. Если по-вашему, ему плевать на народ. Зачем он все это затеял? А голосование референдума... Ему главное ведь, собственно говоря, получить какое-то одобрение. Потому что рейтинг низкий. Вот чего он боится. Впервые у него низкий рейтинг. А где-то народ ни при чем. А у него рейтинг низкий. Среди кого? Среди американцев что ли? Ему ФСО это докладывает все. Поэтому задача. Проводим референдум в голосе. Не суть важна. Опрос плевать. Они собирали сейчас замглав регионов по внутренней политике. Сказали 60-70. Явку обеспечивайте 60% одобрения 70%. Это их стабильная вещь. Путин всегда 70% получает. То есть, он хочет сказать всем, какие 30%. Чего плетет вся эта оппозиция? Да народ любит меня. Вот. 70% пришло за меня проголосовало. Поэтому наша задача не дома сидеть. Не революции ждать. А на любом голосовании. Плевать, как оно называется. Абсолютно. Без разницы. Прокатить его. Будет он это учитывать? Не будет. Не суть. Главное, весь мир поймет, что Путин не пользуется доверием населения. Все. И это будет крах этого режима. Академия ждать мировой революции. Ровно то же самое и будет, что было. Вы уже прокатили. Вот точно такие же слова и рассуждения. Ну, просто вот с другими действующими лицами мы слышали ровно год назад. Призывали всех встроиться в компанию Грудинина. Потому что, если не Грудинин, то кто это? Это последний шанс. Мы докажем всему миру. Объясним. И вам некоторым всерьез считают, что... Костя, а что, тогда бездействовать, что ли? Нет. То есть, если интересует моя точка зрения на происходящего... Да, вот это натива какая-то. Я не могу предложить... Тут ничего. Я готов подставиться под удар, да. Я не могу предложить эффективной стратегии решения этой проблемы завтра и послезавтра. А когда мой оппонент предлагает такую стратегию, с моей точки зрения, он вводит в заблуждение тех, кто ему доверяет. Так тогда что делать-то? Можно я отвечу? Он не может еще предложить. Ты не понимаешь, что сейчас происходит. Да, конечно. Мы находимся в состоянии тяжелой и тяжелейшей болезни. Мой оппонент предлагает легкое и эффективное лекарство, которое завтра больного, находящегося при смерти, поднимет на ноги и позволит ему бегать. Это ложь. Такого не будет. Это невозможно сделать. Я хочу уточнить. Вот ложь о спасении, это предложение активно участвует в политическом процессе, в том числе и в выборах. Это что ли? Это способ дать человеку надежду на то, чего никогда не произойдет. Это способ манипуляции людьми, с моей точки зрения. Способ, который применяет не исключительно Николай Платошкин. Мы видели до сих пор, как этим занимался товарищ Федоров из национально-освободительного движения. Я не говорю, что это одинаковые люди или там в этих движениях находятся абсолютно идентичные социальные группы. Я хочу сказать, что подход примерно такой же. То есть мы вам обещаем перемены, которых не будет. Я сначала предлагаю, первое, что необходимо сделать, прежде чем прописывать лечение и обещать больному выздоровление, первое, что необходимо сделать, поставить диагноз. Чего не произошло. Без вас народ давно уже диагноз поставил в этой системе. Диагноз. С ней все ясно. Нет. Как ее убрать? Объяснить. Вы предлагаете, понимаете, вы напоминаете мне знак, который приходит с подорожником. И говорит, нам вот эта вот вся медицина, вот эта теория. Давайте про себя. Вот эта ваша вот хирургия. Как убрать нынешнюю власть? Это все ерунда. Как убрать нынешнюю власть? Мы восстановим здоровье тебе, пациент. Как убрать нынешнюю власть? С помощью заговоров и причитаний, народных элементов. Послушайте. Сначала первое, что необходимо сделать, я вот, если вы не будете меня перебивать, я объясню. Первое, что необходимо сделать, это поставить диагноз. А поставить диагноз, не опираясь на ту самую марксистскую теорию, с которой вы совершенно справедливо начали. Я полностью согласен со всем, что вы сказали по поводу диалектики. По поводу Гегеля, по поводу Марк. Нет, вы ничего не поставили. Давайте я попробую поставить диагноз. То есть люди не знают, что происходит. Давайте я скажу, с точки зрения теории, по-моему, что происходит. Вот Владимир Ильич Ленин, мы ссылаемся на него как на высший авторитет, я в этом с вами абсолютно согласен. Он ведь о чем говорил? Что истина, она всегда конкретна, она всегда исчисляется от конкретных обстоятельств. Именно поэтому в поведении самого Ленина в разные исторические моменты можно наблюдать абсолютно разные вещи. В какой-то момент он предлагает участвовать в выборах, в какой-то момент он говорит категорически нет и бойкотировать. В какой-то момент мы опираемся на принципы военного коммунизма, в какой-то момент мы даем... Ну, повторяйте. Ну, зачем же вы меня перебиваете? Значит, постановка диагноза. В 906 году Ленин, происходящему в стране, ставит совершенно однозначный диагноз. Это глубочайшая реакция. В этот момент участвовать в выборах, проводить реквизиции, даже стачки и забастовочные движения становятся невозможными, потому что это Столыпинская реакция. Дайте мне договорить, пожалуйста. Я хочу сказать, что сейчас мы находимся в этой точке абсолютной реакции. Чем характеризуется состояние реакции? Подожди, Кость, Кость, подожди, я тебя перебью. Послушай, когда революция находилась на подъеме, в выборах 6-го года большевики не принимали участие. А в 2007 году, когда эта реакция еще больше уже застачилась, почему? Потому что произошел 3-й июньский государственный переворот. 3-го июня 1907 года был принят новый закон о выборах, который ужесточал нормы курьальности для рабочей курьи и крестьянской курьи. То большевики, напротив, приняли участие в выборах в эту Госдуму. Более того, они сформировали фракцию, где насчитывал 65 членов. Я говорю о чем? Не о том, что нужно... Это опять-таки происходило как раз на пике этой реакции. Что я имею в виду? На пике реакция Ленина участвовала в выборах. Когда... Я не говорю о том, что каждый поступок Ленина и каждый шаг Ленина нужно транспонировать в сегодняшний день. Это понятно. То есть, грубо говоря, когда сегодня цитируют ленинскую работу о левизне в коммунизме... Детская болезнь левизны в коммунизме. Это абсурдно, потому что эта работа написана в совершенно конкретных исторических обстоятельствах. Обращена к иностранным рабочим, а не к рабочим, не к трудящимся в Советской России, где уже социалистическая революция победила и так далее. То есть, это нельзя взять и переместить. Я лишь о том, что есть принцип. Мы свои действия отсчитываем от конкретных исторических обстоятельств. Вот когда в стране отсутствует рабочее движение, в начале 20 века и в 906-907 году в России оно было? Было. Сегодня есть? Нет. Профсоюзное движение было? Было. Вы сами сказали, оно было раздавлено. Столыпин. Что вы говорите? Нет, оно существовало. Вы посмотрите. Оно было раздавлено и запрещено. Оно давилось, но оно существовало. Послушайте, вот некоторое время назад я выступал на форуме таких же профсоюзов в Уфе и общался с... Какие есть профсоюзы? Ну, вот эти профсоюзы, мы после того, как мое выступление там закончилось, его в Ютубе легко найти, разговаривали в куларах. Да, вот эти вот убеленные сиди на медиатике говорили мне, что все раздавлено. Пробуешь начать бороться на предприятии здесь. Послушайте, для того, чтобы кормить людей обещаниями, как это вы делаете, для того, чтобы это делать, для этого нужно сначала убедиться в том, что есть люди, которые будут бороться. Вы десятый раз это говорите. Нет, я говорю это первый раз. Что дальше делать? Сначала, для того, чтобы опереться на людей, необходимо пробуждать в стране, пробуждать у этих трудящихся масс, пробуждать классовое сознание. Эти люди должны понимать, что они себя представляют. Класс какой класс? Вы к какому класс принадлежите? Я принадлежу к классу. Хоть, но это же надо делать организационно. Нет, конечно, это нужно делать организационно. Для этого нужны системные усилия по ведению агитации и пропаганды. А я не веду агитацию и пропаганды. Именно поэтому в 1902 году Владимир Ильич Ленин бросает призыв в страну. Он говорит, нам нужна армия агитаторов и пропагандистов. Правильно. Потому что движение, ну, кстати говоря, эта армия и пропагандистские усилия не опережали рабочее движение. Сначала была стачка на Путиловском заводе. И только после этого появился марксистский кружок. Марксистский кружок в 1895 году появился. Нет, я прошу проявить. Парти в 1898. А что нельзя идти от обратного, условно говоря, если ты вот сам говоришь о том, что сейчас время реакции, что сейчас все задавлено. Почему люди, которые хотят, желают и способны вытащить вот из спячки, условно говоря, вот эти массы, внести туда осознание их классовых интересов и поднять их на борьбу, в том числе через выборы. Мы же сейчас не позовем людей на баррикады. Ты же сам прекрасно это понимаешь. Вот в условиях буржуазного общества, я вот почему поддерживаю Николая Николаевича. Смотри, вот, например, сентябрь 1917 года. Подавили Корниловский мятеж. Ленин пишет статью о компромиссах. Предлагает эсерам и меньшевикам компромисс. Они создают однородное социалистическое правительство, а большевики не входят в это правительство и получают право легальной деятельности. То есть выходят из-под полья. Но потом он пишет следующие две статьи Мархива восстания, и большевики должны взять власть. И он там и говорит, что мы наверняка придем к власти и победим, если мы в двух столичных советах получим большинство. И они получили это большинство. Троцкий стал председателем Петросовета. Тут же создается при Петросовете военно-революционный комитет ВРК, который сыграет решающую роль в октябрьских днях 1917 года. Тут же очевидно, что сравниваются несравнимые вещи. Момент, когда в Советы могли в выборах участвовать большевики, это момент, когда уже случилась февральская революция. Когда эти сами выборы стали возможными. Сегодня никакие выборы, никуда. То есть сейчас-то выборы есть? Да нет никаких выборов. Сегодняшние выборы... Нет, а выборы Машковскую гордую ум. И что? Эти выборы абсолютно полностью, на 100%. Вот мы до того, как камера включилась, об этом рассуждали. Что это там полностью контролируется функционерами, марионетками правящей партии и буржуазией. Но теперь уже не полностью. Никуда, никуда, да полностью. До сих пор имеет смысл тогда участвовать в политической борьбе, когда эта борьба перестает быть аттракционом. А сейчас не надо участвовать. Вы сейчас занимаетесь тем, что вы приглашаете людей сесть на велотренажер и крутить педали. Этот велосипед не поедет никуда. Вы что предлагаете? Я предлагаю, прежде чем... Диагноз первый, мы бы его поставили. Мы объясняем людям, что ситуация гораздо хуже, чем ее видит Николай Николаевич Платошкин. Да люди без вас ее видят. Нет, иногда они не видят. Им кажется, именно потому они вас поддерживают. А им кажется, что с помощью того или иного красивого персонажа из телевизора, который хорошо складывает слова в предложение, можно взять и откатить назад до Советского Союза. Я сначала предлагаю объяснить людям, что нет, нельзя. Что никакой красивый человек из телевизора вас не приведет к своему будущему. И восстановление Советского Союза не будет. Вы что предлагаете без телевизора? Начать с этого. Второе. Настоящая классовая борьба начнется тогда, когда противоречия внешние и внутренние, и в нашей стране и снаружи достигнут такого предела, когда у буржуазии она уже будет не в состоянии сдерживать и подавлять. Когда уже человек самой жизнью будет поставлен. А, кстати говоря, сейчас этот человек, вот вы говорите, люди осознают. А вы знаете, сколько не осознают? Вы знаете, что тех, кто серьезно и искренне поддерживает сегодняшнее положение вещей, исходя из принципа «лишь бы не было войны», что лучше уж так, чем как в 90-е, их гораздо больше, чем ваших сторонников. Вы понимаете? И это трудящиеся в том числе. Кто вам сказал? Вы считали это? Нет, я не считал это. Я журналист. Человек, который так же как вы, общается с людьми каждый день в разных регионах страны и постоянно. Но надо же практически какие-то шаги. Если мы поставлены в условия буржуазного государства, буржуазного общества, так же, как большевики в 17-м году. Ведь они участвовали в выборах совета в условиях буржуазного общества. Конечно. Более того, Ленин говорил о том, что... Для этого должны быть советы. Евгений Юрьевич, мне можно что-нибудь сказать? Или он будет говорить сегодня? Да, но Николай Николаевич, давайте тогда вашу... Вы знаете, вот человек, он в истории ничего не понимает. Вы это абсолютно верно говорите. Потому что есть работа Ленина о бойкоте выборов в Государственную Думу. Действительно, когда революция была на подъеме, когда были советы 5-го года, когда было восстание на Пресне... У вас есть восстание на Пресне сейчас? Да, вот именно. Ленин говорил, не надо участвовать в выборах. Вы хоть дослушайте. Потому что они отвлекают от революции. Когда реакция, то, что вы несете, надо участвовать в выборах, писал Ленин. Потому что его за это-то и ругали. Его ругали. Вот эта Булыгинская дума, так называемая, она же вообще реакционная. Ленин говорил, мы будем на спаде революции. Когда у нас нет других... Участвовать в самом реакционном парламенте. В монархическом он писал. Значит, они участвовали в выборах и 12-го года, естественно, да, большевики. А не было никаких советов, не было никакой февральской революции. И действительно, в 17-м году, тогда параллельно с советами, после февральской, ну, советы считались как бы такими органами двоевластия, а были официальные думы. Думы, городские, да. Так большевики в 800-х городах победили. Так большевики-то были, а у них была партия. А у вас есть партия, вы большевик. Ну, секундочку. Вы представитель того же самого класса, который весит этот трансформационный устраивающий. Вы как раз занимаетесь болтовнью, а мы создаем с нуля. Вы ничего не создаете. Мы создаем с нуля движение, в котором... Нет, вы вводите людей в заблуждение. Вы знаете, это отлично. Видите, он не перебивает, да? Я прошу прощения. Давайте, во-первых, снизим накал нашей дискуссии. Во-вторых, я поддержу Николая Николаевича с точки зрения истории. Потому что я историк, и я прекрасно знаю, что в условиях Столыпинской реакции, вот это я хочу подчеркнуть, особенно обострение этой реакции, в 9-10-м году Ленин пишет специальную работу, она называется «Материализм. Империю. Критицизм», где, по сути дела, объявляет бой двум крыльям внутри партии. Отзависты ликвидаторы. Одни говорили, что надо отказаться от любых легальных способов борьбы, в том числе участия в Государственной Думе, в работе Государственной Думы. И говорили о том, что надо сосредоточиться исключительно на нелегальной партийной работе. А другие, наоборот, говорили, что надо полностью легализоваться, перейти на позиции традиционной парламентской партии и участвовать в политическом процессе. Ленин сказал, что в условиях Столыпинской реакции ни в коем случае нельзя отказываться ни от одного, ни от другого. Надо активно участвовать и в подпольной революционной работе, и использовать любые способы легальной работы, в том числе в парламенте и участие в выборах. Понимаешь? Совершенно правильно. Более того... Ты не перепутал насчет материализма и переградистов? Нет, это именно в этой статье. Он там Богданова, Луначарства... Он именно там это и писал. Он там писал, он громил сторонников Авенауриуса, Маха и так далее. То есть, эта статья была не только... Это, вернее, даже не статья, это целая книга. Она носила не только чисто философский характер, но она носила и такой прикладной политический характер. А у него все прикладные-то были. Да, поэтому, Кость, я вот здесь с тобой в данном случае не соглашусь. Я согласен, что надо ставить диагноз. Да люди и так все знают, без него. Я согласен, что надо говорить о реакционности там, и чем дальше в лес, тем больше дров, но надо людям показывать и выход. Ведь в данном случае, вот Кость, согласись, участие в выборах, вот буржуазный парламент, для тебя это неприемлемая вещь, что ли? Я просто боюсь начать отвечать, для того, чтобы не быть обвиненным в том, что я опять кому-то не дал договорить. Мне показалось, что мы прервали Николая Николаевича. Прервали, да. Пусть Николай Николаевич закончится, а потом я отвечу на это. Закончи, пожалуйста. Ну, то есть, понимаете, пока они сидели там в своих кустах, мы действительно боролись в прошлом году на выборах в Московскую городскую думу и увеличили фракцию там в разы. Я вот могу сказать, наверное, он считает, что вот мы болтуны. Меня сняли с выборов по личному распоряжению мэрии Москвы, которая заявила, что Платошкина вот в этих выборах вообще быть не должно. Ну, значит, не блоха. У нас был такой вариант, продолжать борьбу, или меня попросили помочь Хабаровской организации, которая находилась в состоянии полного развала. Почему? Потому что было во власти вот примерно таких же людей, которые до этого... Да не надо нигде участвовать там. И вообще это все буржуазное. Знаете, что потом произошло? Вот мы их убрали, нарастили в 7 раз количество голосов, а эти друзья, левые радикалы, подали в центр избирком против меня, чтобы меня снять с выборов. Это там Хабарович? Да, вот эти вот орлы, которые за революцию, за все, понимаете, они там армию перебрасывали против меня, чтобы они голосовали, видимо, потому что я тоже блоха. Какая им разница? Ну, правда, уже избрали по его. Платошкин соглашатель, ну, избрали его, и что? Ну, и пусть сидит себе там, значит, вешает лапшу. Меня-то боятся, вас нет. Я не претендую на то, чтобы быть Платошкиным. Это было бы странно с моей стороны. А можно я отвечу на вопрос, который ты задал до того? Да, про выбор, да. Значит, мне кажется, вот вы, большие дяденьки, которые много знаете о Советском Союзе, я не без всякой иронии об этом говорю. Вы не мальчик. Мне кажется, что за тем, что вы говорите, постоянно присутствует такая мысль, вот подспудная, невысказанная, но несправедливая, о том, что у вас есть, есть за спиной партия большевиков, в которой есть большевики и меньшевики. Мы ее строим, да. Или, допустим, если мы говорим о том, как должна выглядеть программа вот вашего движения, например. Да вы ее читали. Так вот, из всего, что вы говорите, в том числе из ваших предложений, давайте, дескать, поиграем в рыночную экономику по-ленински, по-большевистски, потому что у Ленина был НЭП. Из этого, из того, что вы про большевиков и меньшевиков говорите, я делаю вывод, что вы просто либо сознательно, либо неосознанно, поскольку у вас какие-то воспоминания о прошлом за спиной сохраняются, вы вводите людей в заблуждение так, как будто бы у вас есть пролетарская государство. У вас есть партия большевиков, и поэтому партия большевиков может решать, участвовать в буржуазных выборах или нет. У вас нет партии большевиков. Мы строим ее. У вас за спиной нет большевиков. Мы строим ее. Так вот, партия возникает, которую вы пытаетесь создать от человека, у вас есть образ, есть люди, которые доверяют этому образу. Как появились эти люди? Они увидели вас в телевизоре, они решили, мужик-то дело говорит. Вот он вышел в программу 60 минут и сказал про ладуру. А потом мужика увидели воочию. Да какая разница, что с мужиком случилось, и вообще кто такой мужик? У нас же все-таки... Ну вам без разницы. У нас же все-таки роль личности в истории. Подожди, а большевистская партия как? А Ленина не было роль личности. Так вот, послушайте, вокруг Ленина партия формировалась не потому, что есть блистательный человек с ораторскими способностями, а потому, что есть одинаковое представление у различных представителей марксистского движения, одинаковое представление о том, что происходит в стране, как необходимо бороться и помогать рабочим бороться. Полно противников. Вот сказал вам, Евгений Юрьевич, таких... И в этой борьбе между этими людьми появилась партия. Она сейчас у нас раздается. Она не появилась вокруг личности, на которую начинают... Откуда вы знаете, кто кроме меня в партии состоит? Я не говорю, что... Вы их видели, этих людей? Нет, я не видел этих людей. Ну так не судите по ним. Где бы ни заходила речь о вашем движении, всегда всплывает одна единственная фамилия. Может, у вас она и всплывает. Может, там еще 50 ваших единомышленников, может, там есть боевые движения и профсоюзы. Конечно, я не знаю. Потому что... Не говорите, если не знаете. Я не виноват, что в массовом сознании... Да, что я ничего не знаю. Я не виноват, что... Кость, ты не прав. Послушай. Я не виноват, что в публичной повестке движение «Новый социализм» идентично фамилии Платошкина. Я не виноват в том, что нет никаких других фамилий, которые ассоциировались бы с ним. Если вы этого не знаете, это ваше проблема. Система, которая из раза в раз... С 95-го года у нас... У меня в Ютубе... А большевистская партия, она тоже была в аргейской. Я не отрицаю роль личности в истории. Я хочу сказать, что... С 95-го и 6-го года я об этом сделал ролик. Называется... Кроме роликов, что-нибудь сделали в жизни. В гостях усказки. Там очень хорошо про вашу сказку рассказывать. Кроме роликов, что-нибудь сделали в жизни. Если бы я мог сделать что-то кроме роликов, если бы я в чем-то, кроме телевидения и пропаганды, был профессионалом, я бы открыто свои услуги общества предложил. Но я стараюсь быть с обществом честным, в отличие от вас. Я не ввожу его в заблуждение. Не обещаю райские кущи, которые я не могу создать. А вы занимаетесь ровно этим. А почему вы решили, что я это не могу создать? Послушайте, послушайте. Вот этот ролик в гостях усказки, в котором я рассказываю, как на протяжении многих лет... Шусноб и человек, не знающий жизни в своей стране. Наших людей водят за нос. Да вы водили за нос на втором канале. Послушайте. Вы за что там медаль получили? В 96-м году... За что вы медаль получили на втором канале, когда вы там работали с Яровой, У вас есть особенность ведения дискуссии. Вы забрасываете... Вы трепетесь, не давая другим сказать ни слова. Вы забрасываете оппонента вопросами, на которые он просто технически не способен ответить. Вы дождитесь ответа на первый вопрос, задавайте десятый после этого. И с вашей болтовни следует одно. Диагноз не поставлю. Нет, я хочу сказать, что с 96-го года, о чем я вот в этом ролике упомянутом мной в гостях у сказки, он называется, посмотрите в ютубе, рассказывал. В 96-м году у нас первый эксперимент с таким героем, спущенным сверху на ниточках, был проведен. Меня спустили сверху? Этого героя, послушайте, дайте мне договорить. Меня сверху спустили. Когда мы дойдем до вас, я скажу, спустили вас или нет. А зачем вы тогда это говорите? Я закончу аналогию свою. Нет, это не аналогия, значит, меня спустили. На протяжении многих лет с нашими людьми проводят один и тот же эксперимент. В 96-м году на ниточках сверху им спустили Александра Ивановича Лебедя, вокруг которого таким же образом, как сейчас вокруг вас, формировалось движение людей, послушайте, людей, уверовавших в то, что сильный человек с хорошо подвешенным языком в состоянии изменить ситуацию в стране. Хорошо, если вы не хотите дать мне договорить, я отвечу, но этот чрезмерно, мне кажется, актуальный для вас вопрос. Вас спустили на ниточках. Я могу объяснить, как. А кто спустили? Я могу объяснить, как, потому что я точно так же, точно так же могу объяснить, как спустили в свое время на ниточках товарища Грудинина. Вы только что меня, дайте же мне ответить, как вас спустили-то. Я расскажу, как вас спустили и как вас будут спускать дальше. Послушайте, не перебивайте меня. Так вот, как человек, который внутри буржуазной вот этой вот отвратительной системы пропаганды провел не один год и хорошо знает всю механику ее, я могу вам объяснить, что ваше появление в телевизоре и появление Грудинина в телевизоре и, разумеется, мое появление в телевизоре чудесным образом, невозможно, без абсолютно конкретной санкции. А почему Спицына приглашают на телевидение? Потому что то, частично то, что говорит Спицын, потому что частично то, что говорил я на телевидении, когда я был допущен к телевидению, встраивалось в общую линию буржуазной пропаганды и было выгоднее. Ну, подождите, мы же только что начали сейчас наш разговор... Юрий, ты буржуазный пропаганд. Мы начали наш разговор с того, что мы все признаем диалектику, да, ведь? А диалектика означает, что есть такое и сякое. Ну, то есть Спицын спустили меня на литочку. Я вот вам могу объяснить, вот смотрите, для буржуазной нашей власти социалистическая революция, коммунистические идеалы, это как святая вода для черта, правильно? То есть это абсолютно неприемлемые вещи. Но в то же время, в декабре, в январе, 17-го в январе 18-го года на нашем федеральном телевидении появляется Павел Николаевич Грудинин. Зачем это делать? Сходите, я вам объясню. Зачем вы нужны? Ходите, я вам объясню. Не, дайте про меня, да. Да, я не вижу разницы между вами, поэтому я объясню, и зачем вы это делаете. Дайте я объясню, зачем это нужно. Можно я вам вопрос задам? Вы меня спросили только, зачем это нужно, дайте мне ответить. Когда я появился на телевидении? Дайте мне ответить. Можете назвать время? Я не понимаю, на какой из 20 заданных вами вопросов я должен отвечать. Первый, когда я появился на телевидении? Поэтому давайте начнем с того... Когда я появился на телевидении? Понятия не имею, в какой конкретный момент вы появились. Я не являюсь вашим биографом, летописцем. Меня мало интересует. Смотрите, он ведь к чему ведет вот этот треп, что в какое-то время администрация президента сначала, он не понимает, просто сам, что говорит, решила, что надо спустить Платошкина на ниточках. Я ему говорю, когда они решили? А я откуда знаю? Ну, болтун просто. Какая разница, в какой конкретный момент времени вас спустили? Значит, им это было нужно. Важно, что вас спустили. Значит, им это было нужно. Чего к этому добавить нужно? Значит, им это было нужно. Дайте же закончить мысль. Что я хочу сказать. В декабре 17-го года, в январе 18-го года, Павел Николаевич Грудинин приоткрыли заслонку на телевидении. Я был свидетелем. Дайте про меня. Дайте же закончить. Грудинин, придется, и им будете разговаривать. Дайте же закончить. Я вам объясняю, зачем это было нужно сделать. Про Грудинина понятно, про меня объяснить. А вы понимаете, зачем это было нужно? Да, да. Я понимаю, да. Вот мы с Евгением Юрьевичем, кстати, тогда весной, перед выборами Грудинина, условно, нашего будущего народного президента, мы спорили, да, Евгений Юрьевич? Ты говорил, что нужно идти поддерживать, я говорю, что категорически нельзя. Ну, правильно говорил. Правильно? Так зачем его пустили тогда, выпустили на сцену? Зачем? Потому что вы-то говорите, что нервозность в правящику, есть такая нервозность, безусловно. Знаете, чем она связана, эта нервозность? С тотальной апатией, с потерей, абсолютной потерей интереса нашего населения, нашего народа. Нервозность связана с апатией. Политическому театру, который разворачивается перед... Ну и что им от этого что? Ну, апатия, ладно. Ну, как с вами можно разговаривать? Павел Николаевич, простите, Николай Николаевич. Что, я сделал ошибку, по-моему, я точно вас охарактеризовал. Сказать-то нечего совсем. Послушайте, для того, чтобы народ приходил на выборы, а это означает что? Это означает легитимность результатов этих выборов. Для того, чтобы народ приходил на выборы, на этих выборах... Ну, что же, как с вами можно разговаривать? Вы не даете человеку ответить. Да вы трепло, Семин, вы не даете другим сказать ничего. Вы мешаете даже три слова друг за другом произнести. У вас один поток сознания, который другому противоречит. Вы сами не понимаете, что вы говорите. Вы просто манипулятор. Все, я понял, смысл. Я не закончил мысль, я имею право... Я понял, ты говоришь о том, что Платошкина, как и Грузии, спустили на ниточку, чтобы обеспечить легитимность этим выборам, чтобы пришло больше народа. Меня сняли с выборов, да? Я говорю, что в момент, когда народ теряет интерес к политическому театру, на сцену этого театра должны выпускаться новые актеры, для того, чтобы зрителям казалось, что есть интрига, есть шансы на неожиданный поворот сюжетов. Но это не факт то, что... Вот послушай, может быть это так, но это не факт, что Платошкина именно для этого спустили на ниточках, более того, что этим персонажем оказался именно Платошкин. У нас полным-полно персонажей, которые действительно спускаются на ниточках. Но применительно к Платошкину, я тебе могу сказать, ты мне-то верь, что он вообще никакого отношения... Я... я что... Кость, я не ставлю под сомнение моральные качества Николая Платошкина. Так кто ж меня спустил-то? Я хочу сказать, что возможность вам высказываться, так же, как возможность мне высказываться... Так он сейчас не пускает никуда, Кость. Могу закончить. Так же, как возможность Евгению Юрьевичу высказываться, да? Она предоставлялась буржуазным классом. Так, а почему меня сейчас сняли с телевидением? Могу закончить. Почему сняли? Ну, как так можно разговаривать? Давайте я... Если я буду вести себя так же с вами, вы не сможете произвести меня на фразу. Давай, договаривайся. Вы из часа, вы говорите 40 минут. Это просто нею, вы же дипломат в прошлом. Вы говорите 40 минут. Вы так же разговаривали с вашей... Ну, он в прошлом дипломат. Вы говорите 40 минут из часа. Я не говорю. Вы не даете мне 5 минут сказать. Ну, договори, Кость. Я пытаюсь прорваться через ваши наводящие вопросы. Иллюзию борьбы, иллюзию конкурентности, надежды распространить людей, да господи. Не обязательно, чтобы человек, которому приоткрывают эту заслонку, на высказывание, чтобы он был марионеткой. Этого не обязательно. Почему сняли сейчас? Важно просто людям внушить надежду. Спроси ты его, он меня не реагирует. Понимаете, появляется человек, который... Почему сейчас сняли с телевидения меня? Потому что вы перестали быть им удобны в конкретном моменте. А почему перестал? Потому что идет поиск нового Платошкина. А почему я-то их не устраиваю? Потому что вы, может быть, заговорились, произнесли какие-то... Ну, слово Путин произнесли. И что? А что это меняет-то? Что вы произнесли? Ну, хорошо. Если ваша дурацкая теория насчет театра, она верна, ну, значит, оставьте меня. Все, я веду людей, там неправильно... Они же меня не оставили. Они используют тех марионеток, тех кукол, которые им абсолютно послушают. Ну, видите, он оскорбляет. А я им послушаю. Вы могли проявить строптивость, вы могли не вписаться в сценарий. И вам подобрали достойную замену или подберут достойную замену. А что я не вписался? Может быть, потому что вы революционеры, готовите, вынашиваете план свержения буржуазной власти. Я спросил. Стоитство революционной партии. Его вся болтовня, она на конкретных факторах изоблачается. Он не знает, когда я попал на телевидение. Ему как бы плевать. Ему вообще на всех, кроме себя. Я попал 1 сентября 2017 года на программу Бабаян. Какие выборы-то? Выборы были. Грудинина, правильно. Ну, а я при чем? Мало того. Я, как ты, Юрьич, естественно, я сам предложил тогда коммунистам участие в предвыборной кампании Грудинина. Бесплатно, естественно. На что получил отказ. Ну, видимо, это тоже там эти на... Просто я факты в отличие от него привожу. Потом меня сняли уже тогда с трех эфиров по итогам этих выборов. Когда они мне позвонили и сказали. Николай Николаевич, а вы вот вообще у нас будет подведение итогов. Мы вообще хотим жать в языковую. Говорю, за Грудинина. А, не, ну. Вы знаете, там потом. Вы знаете, кроме этого болтуна, по-моему, всем понятно, что меня звали исключительно только на внешнеполитические темы. Причем было как? Скажем, если на первом канале была внешнеполитическая, потом внутренне. Меня выводили из студии, ведь, да, с внутренних тем. Это, видимо, потому что я все тоже марионетка Кремля. Две бригады спецназа против меня голосовать в Хабаровске перебросили, видимо, тоже. Потому что, вот, что он болтает, там, веревочки какие-то и прочее. Сейчас телевидение сняли. В Тамбове вчера зал не дали, ты сам это. Да, собственно, их и в Хабаровске не давали, и в Москве. Это все вписывается в сценарий вот этого болтуна. Николай Николаевич, подожди. Послушай, Кость, ты вот все-таки действительно нарисовал такую картину, а она ведь не совсем соответствует действительности. Меня на центральные каналы приглашали прежде всего как историка. Ты буржуазный. Особенно, когда речь шла о событиях на Украине. И я выступал как человек, который мог дать просто историческую справку. Там, где меня стали звать уже с точки зрения, там, ну, какого-то общественного деятеля, там, какого-то политика, это меня уже звали отнюдь не государственные каналы. Та же Красная линия, условно говоря, там, Радио Аврора и так далее, и так далее. Там я уже мог высказывать свои какие-то политические предпочтения, говорить о своих каких-то политических взглядах, чего я не мог себе позволить ни на НТВ, ни на Первом канале, ни в 60 минутах у Скобеевой. Когда надо было обсудить, например, проблемы Великой Отечественной войны или фальсификации истории, там они меня звали. Но тоже до определенного момента сейчас я не хожу уже больше года ни на одно из этих ток-шоу. Да, именно потому, Юрьич, что они нервируют. Вот, кстати, в отличие от Семина, я должен сказать, мне на всех встречах говорят, передайте привет Спицыну. Пусть приезжают Спицыну. Про вас что-то никто ничего не говорит. Я должен за этого расстроиться. Вам плевать нет, я понимаю. Поэтому, Костя, я все-таки не согласен с тем, что вот меня там, Платошкина, кто-то там, они могут использовать нас. Это другое дело, Костя. Я хотел бы еще раз нас вернуть к началу разговора, да, где мы вспоминали диалектику. Если уж мы хоть чуть-чуть изучали это дело, да, то для нас этого удивлять не должно. Мы чуть-чуть изучали. Искренне вы верите в то, что вы делаете, заблуждаетесь вы, это неважно. То, что используют, я хотел сказать исключительно об этом. Конечно. Когда удобно, то есть как приготовление супа. Нужно подбросить там перцы. Подбрасывают, пожалуйста, для того, чтобы у человека не пропало слюноотделение, чтобы не пропал аппетит, чтобы ему это варево можно было впихивать дальше. Бросят Платошкина, подбросят Спицыну, сверху присыпят Семина. Я лишь объясняю, что не нужно быть инкредиентами на этой кухне. Хорошо, а что вообще тогда не участвовать в выборах, Костя? Диагноз надо поставить. Нет, подождите. Если вы все-таки хотите добиться конкретного ответа по выбору, то неучастие – это тоже способ борьбы. В какой-то момент, когда для правящего класса, когда для них, вы очевидно, вы сами это прекрасно понимаете, когда для правящего класса гораздо страшнее, чем победы коммунистов, потому что они ее не допустят. Все избиркомы под ними, и Николай Платошкин убедился в этом в очередной раз сейчас на собственном месте. Где же проект Кремля? Ну вот как разговаривать. У вас не сознанка. Так вот, в момент, когда опасаться, когда нет партии, партии нет. Когда нет рабочего движения, рабочего движения нет. Вы создайте. Когда нет профсоюзов. Создайте их. Могу закончить, нет? Так вот, в момент, когда правящему классу опасаться нечего, и Николай Николаевич не является устрашением, угрозой для этого класса, и его угрозой этот класс не считает, я осмелюсь предположить. Так вот, в этот момент, когда единственное, чего они боятся, на пике этой реакции, на самом низком дне этой реакции, единственное, чего они боятся, это отсутствие явки. Единственное, чего они боятся, когда они рисуют с нуля. Это совершенно не то же самое, когда у тебя, когда пришел Николай Платошко, все идут голосуют. Он что нам плел на это, что у нас большая часть населения поддерживает Путина. Мы победили. Нет, я хочу сказать. Значит, они придут, по-вашему же. Вы только что рассказывали, что у нас народ за Путина. Нет, я не рассказывал, что у нас народ за Путина. Рассказывали, вы уже не помните, что вы говорите. Я рассказывал, что у нас очень много людей, которых устраивает сегодняшнее положение. Нет, они могут быть точно так же апатично настроены, как и ваши сторонники. Они приходят. Мои апатично не настроены, мои-то ходят, в отличие от вас. Так явку они тогда себе обеспечивают. Явку они нарисуют в любом случае. Но в одном случае, когда люди будут знать, ты ходил, не ходил, ты ходил, не ходил. А кто тогда сидит там? Кто тогда управляет нами? Вы в выборах просто ничего не понимаете. Подрисовать можно 10%, 15%, но не 100%. Неучастие в выборах означает неучастие в легитимизации результатов. Вы необходимы власти. И я в какой-то момент, возможно, был необходим этой пропагандистской машине. Это чтобы легитимизировать результаты этого балагана, этого аттракциона. Вы их держите у власти. А ведь Платошкин прав в чем? Смотри, вот этот, как ты говоришь, балаган аттракцион и так далее, он ведь до поры до времени контролируется властью. Конечно. Потому что если на выборы приходят 20%, он контролируется. Как он предлагает? Если приходит 30%, он хуже контролируется, но контролируется. 50% еще хуже контролируется, но уже тяжеловато. А если как в Америке, например, на выборы президента США пришли 82%, вот здесь я прошу прощения. Что, американский балаган вышел из-под контроля? Вышел, а кто там президентом? Конечно. А кто президентом-то стал? Кто? Неожиданно, незапланированно. Ну не важно, но стал-то Трамп. И что? Потому что, а если пришло на 5% в эмитце? Нет, значит что, один олигархический клан одержал победу на другом. Так не важно, сам факт по себе. Что они... Ничего, как-то не важно, это суть. Медиологи кричали, говорили, что Трамп не победит. Да это говорит лишь о том, что в их политическом театре изменилась либретта. А мы тоже поучаствуем в их политическом театре. Ленин-то, он же... Вот ты сам говоришь. Да нет никаких мы, понимаешь? Нет Ленина, который может поучаствовать в американских выборах. А почему Платошкин не Ленин? Посмотрите, пока он совсем балдает. У нас идет спор, смотрите, у нас идет спор между чем и чем. А Николай Платошкин говорит, давайте мы все бежим на выборы, как когда-то говорил Грузиня. И тогда мы доведем ситуацию до кипения, они не смогут справляться с этим кипением. А я говорю, что вы не доведете ситуацию до кипения таким образом. В Хабаровском крае ядро убрали. В Мосгордуме вот такие же персонажи... Вы убрали с ЛДПР вместе ядро? Нет, убрали, потому что коммуниста сняли тогда. Вы знаете, Владимир его сняли, Шевченко. В смысле, вы хотите сказать, победа мелкой региональной буржуазии в Хабаровском крае и в других регионах. Вы знаете, я сам скажу, чего я хочу сказать. Без вас обойдусь. В Хакасии тоже говорили. Они же как пытались, там четыре тура проводили. Ничего не вышло у них с вашими комиссиями. Здесь Севастьянов, когда победил главу московского ядра Метельского, его Собянин поздравил с победой уже. И там сидела председатель избиркома. В туалете мы ее охраняли. А эти болтуны, да не надо никуда ходить. Ну не надо, да. Потом на нас все это валится. Вот этот ужас, с которым он понятия не имеет. Там плата за капремонт. Он далек от этого всего. И говорит, да диагноз сделал. Да без вас все ясно давно. После пенсионной реформы. Люди спрашивают одно. Что делать? А вот из-за таких болтунов, знаете, что происходит? Из-за них происходит пенза. Вот они мне говорят, да нет, выборы не надо. Сейчас все сделаем быстро. Бедных молодых ребят, да, настраивают на эту фигню. Сами сидящие в нормальных кабинетах. Им потом давят по 15 лет. Понимаете? Вот, вот их работа. Стыдно вам должно быть за это. Понимаете? Если вы сами не можете ничего, не мешайте другим. Или, если вы партию хотите ставить, ну создайте ее. Я чуть не могу понять. У нас движение за год, у нас движение за год, у нас движение за год, у нас 48 тысяч человек, у нас в Москве 2000, у нас в Ленинграде более тысячи человек. Хорошо, может быть наше движение плохое, но создайте лучше. Создайте партию большевиков. А он говорит, все ослы, партии нет, поэтому делать ничего не надо. Я осмелюсь предположить, Николай Николаевич, да, я возьму на себя вот такой грех. Продемонстрирую такую неадекватную самооценку, да. Но мне кажется, что ролики, о которых вы говорите, вот, например, вы там периодически ссылаетесь на Ленина, на Маркса и так далее. Но ролики, которые мы делали, вот, например, единственный ролик с визуализацией манифеста Коммунистической партии, канонический текст, в котором нет ничего, никакой от себя. Я дико извиняюсь. Так вот, ролики, да, в том числе разъяснение марксистской теории, которая гласит, что ни царь, ни бог и ни герой, только своей рукой и своей борьбой можно изменить что-то. Борьбой, что делать? Разъяснение. Что делать сейчас? Начинать для того, чтобы бороться, человек должен осознать необходимость борьбы. А если люди думают, что можно поставить на Платошкина этого достаточно, это значит, что они обмануты. И бороться с этим обманом необходимо точно так же, как бороться необходимость с буржуазной властью. Костя, но ты не прав в том, что они не осознали необходимость борьбы. Просто они Платошкина в данном случае видят человека, который способен их объединить, возглавить и повести. Я думаю, что даже сейчас, в ходе нашего короткого разговора, они убедились в том, что они заблуждаются. Ну, может быть. И поэтому я считаю его не бесполезным. Давайте мы оставим это на суд нашим уважаемым. Я не бесполезен, честно говоря. Николай Николаевич, давайте, да, дискуссия получилась несколько нервной. Я это связываю прежде всего с тем, что из меня, в общем-то, молодой, пока еще не худушный ведущий. Ты буржуазный пропагандист. Ну, в том числе. Вот, я думаю, что мы еще встретимся. Собрался один. Да, я думаю, что мы еще встретимся и не раз за круглым столом, потому что надо находить точки сближения. В данном споре, мне кажется, позиция Николая Николаевича более убедительная. Хотя, кое-что из того, что говорил Константин, я, безусловно, поддерживаю. Тем более, мы с ним старые товарищи, друзья и единомышленники. Ну, а этот диалог мы выставляем как бы на ваш суд. Строго не судите, потому что эмоции, понятно, перехлестывают. Но все-таки я всегда был сторонником не только разговоров, но прежде всего действий. Тем более, надо использовать даже буржуазное законодательство и систему буржуазного законодательства с тем, чтобы говорить громко свое «я», а не только теоретизировать. И в данном случае нам в помощь, конечно, Владимир Ильич Ленин, который был выдающимся теоретиком, но он был и выдающимся практиком. Так что вот так. Константин Ильич, вам большое спасибо за сегодняшний диалог. Николай Николаевич вам тоже. Дорогие друзья, всего вам доброго. До новых встреч. Продолжение следует...